Всем привет! С вами канал Артмания И сегодня у нас значимая такая дата Сегодня 1 сентября, день знаний И у нас 1000 подписчиков, наконец-то! Я очень долго к этому шла Моему каналу где-то в октябре или в ноябре Сейчас точно дату не помню Будет 2 года И почти уже за 2 года я набрала 1000 подписчиков По-моему, если я не ошибаюсь, 70 тысяч или 60 тысяч просмотров Наконец-то! Я очень старалась, очень старалась для вас снимать качественные контенты Я всегда за качество То есть я готова заплатить любые деньги Лишь бы было качество, качественная съемка За эти 2 года у меня уже сменилось 2 камеры То есть у меня на данный момент 2 камеры Сейчас я уже мечтаю о экшн-камере Камере, 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 о господи Вот, ну так вот есть немножечко мечта Потому что у меня есть еще разные варианты роликов, которые я хочу снимать Вот, ну как бы это в будущем То есть в будущем будет еще лучший контент Дима Иди сюда Вот, как бы это у нас в будущем И в будущем будет еще лучше контент Димочка растет Сейчас он маленький, на него все любуются Да, Димулька? Вот, вот эту палку, ради бога Вот, он растет И это будет еще интереснее Я часто задумаю, что же у меня будет дальше на моем канале Это будет еще интереснее Когда он подрастет Когда он уже будет подростком Это, конечно, тоже будет интересно, я думаю Когда уже можно будет с ребенком Не наколяскивайте, как сейчас Да, а выйти за ручку И что-то там подобное Что-то интересное Заснять Да, Дим? Что ты вокруг меня ходишь Вот, и также сегодня Дима Пройди, пожалуйста И также у нас сегодня Как я говорила День знаний 1 сентября Все идут Хотя нет, не сегодня Завтра все пойдут у нас в школу Потому что сегодня у нас воскресенье И кажется, в воскресенье никто не ходит в школу Я уже забыла, честно Вот Все пойдут с цветами Я думала, что я выйду и засниму немножечко сегодня Но нет Все пойдут завтра Завтра с утра У нас даже во дворе школа находится И завтра с утра будет играть Это прекрасная песня Это прекрасная музыка нашего детства Ее до сих пор везде включают И это огромная радость То, что не что-то там современное Включают там, подобие какое-то А именно вот это вот нашего детства Там учат в школе Там тар-та-та-та-та-та-та Там я уже сейчас плохо ее помню Но завтра ее будут включать Может быть, даже завтра мы с тобой, хотя не получится у нас с тобой, включить её дома. Это будет супер, наверное. Да? Мы сейчас с Димой начали слушать музыку. Дима очень-очень любит музыку. Мы слушаем её громко. Громко, потому что мне так нравится. Диме тоже нравится. Я хочу, чтобы он привыкал к качественной музыке, громкой музыке. Я и сама по молодости слушала очень-очень громко музыку. У меня, знаете, один раз было, мы жили с мамой на четвёртом этаже и в пятиэтажке. И там был ещё пятый этаж, и сосед с другого подъезда, то есть у нас квартира вот так находилась как бы рядом. То есть один подъезд, другой подъезд. И он с другого подъезда, с пятого этажа протянул палку наискось, вот так вот, наискось до моего окна, и в окно мне стучит. А у меня был музыкальный центр, он не настолько громкий, но громкий как бы. Ну, не настолько была качественная музыка, как сейчас, например. И мне стучит, и я как раз в комнате такая там танцую вся туда-сюда, и тут какой-то стук. И я смотрю в окно, и какая-то палка, я же прямо напугалась. Господи, что это такое? Я выключила, значит, музыку, так подошла, посмотрела, палка, открыла окно, палка, нифига себе. Я думаю, наверное, соседям не нравится. Раз соседям не нравится, значит, надо сделать что? Включить ещё громче музыку. Я подождала минут пять, пока он её уберёт, отнесёт на место, поставит. Потому что палка-то длинная, представляете? С пятого этажа до четвёртого наискось её. Причём там метра три она как минимум должна быть. То есть не два даже, наверное, а три. А то и больше. То есть её нужно занести, убрать, отнести. Минут пять-десять я подождала и врубила ещё громче. Ну, тут уже всё, он не стал второй раз, ну, чёрт теперь. Вот. И у меня подружка там жила, она говорит, я когда прохожу мимо твоего подъезда, говорит, музыка орёт на весь район. Я говорю, да. А я думала, вообще никому не слышно. Я смотрю, вот там все люди идут, своими делами занимаются, никому ничего не слышно. Нет, говорит, слышно. Я думаю, ну, хорошо. Поэтому и здесь. Если вы помните, я Диме дарила на один годик, я ему дарила музыкальный центр. Там, по-моему, 40 или 50 ватт, но это довольно громко. Это громко. Причём мы не на всю включаем, а где-то наполовину. Ладно, я зашла слишком далеко. Вот. Всех поздравляю с Днём зданий. Учитесь хорошо, старайтесь, потому что школа реально, она потом пригождается в жизни. Даже какая-то там алгебра, она может пригодиться в жизни. Геометрия там вполне тоже. Иногда бывает, там, как бы что-то такое вот пригождается. Смотря по какому руслу человек пойдёт, в какую сторону, да, кем он там будет работать. Хотя, конечно, после школы родители, я часто смотрю, родители просто отправляют в какой-то там институт или колледж ребёнка, потому что так хочется им. Ребёнок заканчивает, да, получает диплом, то есть всё супер. И в какой-то момент ребёнок понимает то, что он не хочет работать там каким-то менеджером, например, на кого он там отучился, что он хочет быть врачом вдруг неожиданно. Вот я желаю родителям этих детей, когда ребёнок заканчивает школу, ну, пока вот он учится в школе, смотрите, чем он увлекается. Это очень важно, чтобы не переплачивать вам же потом за этот там колледж или институт, который ему нафиг вообще не нужен, а ребёнок хочет стать врачом там или, не знаю, художником там и так далее. Художник, конечно, попроще. Да. Скажи, я точно один раз окончу институт. Да? Тебе с мамой повезло, Дима, да? Повезло с мамой тебе? Мама обязательно будет смотреть. Нет, я хочу, чтобы мой ребёнок был врачом. Вот, у нас есть в кого, да? У нас есть в кого быть врачом, он обязательно должен быть. Я иногда, знаете, говорю, мой ребёнок будет врач-художник, да? Врач-художник ты будешь. И врач, и художник. В художную школу, наверное, я думаю, ты пойдёшь. Должен будешь сходить, походить туда и менять чему-нибудь там потом научишь. Чего-нибудь там смешивания красок, чтобы мама не хранила тысячи оттенков. Да? Вот. Дима, ты меня отвлекаешь уже. Тут-то есть главное, а с той стороны нету, да? Но на экране ты с той стороны есть. Странно, да, как-то, Дима? Вот. И... Дима. Стой вот так. Стой тогда так. Да, и желаю вам, чтобы... Дима, не отвлекай! Чтобы вы присматривались к своим детям, общались со своими детьми. Я считаю, что родитель, мама это или папа, должен быть не просто родителю, который, когда ребёнок пришёл со школы двойку, он на него там наорал, высек, да, поставил в угол. Нет. Я считаю, так не должно быть. Родитель должен быть в первую очередь другом. Именно другом своему ребёнку. Я так считаю. Я, например, буду стараться быть другом ребёнка. То есть, где-то с ним потом, когда он подрастёт, ходить, гулять, может быть, знакомиться с его друзьями. Там, знаете, у меня есть ещё пример из моей жизни. Когда я была молодая, ну, там, в школе, по-моему, я училась, была, не помню, то ли две девушки, то ли парень с девушкой, ну, как это, брать с сестрой, то ли две сестрой, то ли я точно не помню. И с ними выходила какая-то женщина. Ну, тоже такая похожая на подростка, одевалась как подросток. Но по лицу было видно, что эта женщина уже, ну, лет под 40, я не знаю, где-то так, на тот момент, наверное, было, если бы там лет по 15, ну, да, где-то под 40. Вот. И они так общаются на таком языке, молодёжном там, то есть, всё супер. Вот. И потом в какой-то момент она, ну, она им что-то предлагает, мол, давайте прогуляем уроки там туда-сюда, вроде погуляем где-нибудь. Вот, они курили, то есть, и она тоже курила, то есть, это всё было нормой. И потом в какой-то момент они говорят ей, мам, а пойдём туда-то, туда-то. И все так, компания была, и все так стоят и спрашивают, это что, ваша мама? Все такие, ну, да, что в этом такого? И все просто были в шоке. Я думаю, блин, насколько это супер, когда твоя мама тебя понимает. Прогуливает вместе с тобой уроки, да, то есть, понимает, ты можешь спокойно при ней курить. Конечно, ну, сигарет, конечно, да, это перебор немножечко. Ещё, если алкоголь, ничего страшного. То есть, мама всегда знает, где её ребёнок, чем он занимается, с какими друзьями общается. И она может его вовремя остановить. Вот это, я считаю, огромнейший плюс, ну, конечно, прогуливание уроков. Хотя, я не знаю, ну, все, наверное, должны. Я тоже прогуливала уроки. Да, я прогуливала, я мало, в школе я мало прогуливала уроки. Мне, в принципе, очень нравилось учиться. Я очень любила географию, алгебру, химию. Я очень-очень их любила. У меня по ним были пятёрочки. Вот, там и были, и учителя, самые главные, учителя, они были хорошие. Они были понимающие, они были, то есть, не просто там, лишь бы объяснить. Изин, иди сюда лучше. Вот, прогуливала я уже, вот, когда в колледже училась, там, да. Были очень сложные периоды, привыкание после школы. Вот, это вот самое такое, я много прогуливала. Да? И, как бы, поскольку меня отправили просто так же, вот, куда хотелось, родителям, конечно, мне эта профессия вне нужна была, мне это не нравилось, я не понимала этого. На данный момент, сейчас, я думаю, если бы, допустим, меня спросили бы, на данный момент, Наташ, кем ты хочешь быть? Куда ты хочешь пойти, учиться? Давай я тебе оплачу. Я бы сказала, врачом. Наверное, врачом, неврологом, я бы с удовольствием пошла. Наверное, вот неврологом, как мой дедушка, он был невролог. Дима, ты что ж на меня наступаешь-то? Вот, наверное, да, вот меня туда больше тянет, больше и книги разные есть, я читала. Много очень книг по поводу этого темы. Да что ж ты, ну, людей там, ну, ушах все пищит, Дима. Вот, да, меня немножечко тоже занесло. Всем большое спасибо, что вы нас смотрите, что вы есть, что вы на меня подписаны. Вот, всем-всем очень большое спасибо. И всем пока-пока, и еще раз поздравляю вас с Днем Знаний. Понимайте своих детей, понимайте. Даже этот переходный возраст, вы должны все равно понимать детей. Если ребенок не хочет возвращаться домой, значит, ему дома плохо. Подумайте об этом, очень подумайте. Вот, и всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, обязательно сейчас подписывайтесь внизу. Там кнопочка подписки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. И всем пока-пока. Дима, помаши ручкой. Пока. Пока-пока. Да? Да. Да. Ага. coronаем. Субтитры сделал DimaTorzok